Котик Ричик. Шикарный мальчишка, засидевшийся в приюте зимы. Посмотрите на этого красавца. Как же так? Почему такой шикарный мальчишка до сих пор сидит в домашнем мини-приюте 9 жизней? Ричик. Бывший бездомный ребенок. В суровых уличных условиях котику пришлось натерпеться сполна. Это и конкуренция за выживание среди местных котов, и сломанная лапа, так сказать, от человеческих рук. Но разве это люди могут сделать такое? В приюте он засиделся зимы. С первых дней ему сложно находиться в кошачьем коллективе. Мальчик стрессует и нервничает. Часто прячется. Даже кушать нужно отдельно давать ему от всех, рассказывает хозяйка приюта. Первое время он на передержке был грозой семи морей. Был индивидуалистом и вообще сам за себя. Обижал и гонял всех. Вот только теперь ситуация изменилась. И теперь его в первую очередь, видимо, помня прошлые обиды, гоняет котик Арчик. Тоже достаточно обездоленное животное. Вы его хорошо знаете, потому что мы часто по состоянию здоровья про него пишем. Котик забранный с рынка с гниющей лапкой. Вот он был умирающий лебедь, а теперь мальчик ожил по весне. Хочет кошку и проявляет, так сказать, свои характеристики альфа-самца. А Ричку-то чик-чик уже сделали. И Арчик тоже по воле судьбы остался здесь. Вот и Ричик тоже как-то засиделся. По всем характеристикам котик просто идеален. Клоточку приучен. Это говорит о том, что он ранее был домашний. Возраст до двух лет. Крупный костяк. Ручной, ласковый, не шкодный. Близкий потомок скоттиш-флот, как говорят волонтеры. Кастрирован, обработан. Единственное, ему бы было комфортно жить без других хвостиков. То есть пристраиваться он будет в семью, желательно без других животных или очень спокойных кастрированных. Ну и естественно без маленьких детей, желательно взрослым людям. Продолжение следует...